Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Подозреваемый по делу о январских событиях генерал Кудебаев объявлен в международный розыск. Директор погранслужбы КНБ допустил, что беглый генерал мог уйти в Кыргызстан через горы. На некоторых АЗС Алматы ввели ограничения на продажу дистоплива. В чем причина и почему на АЗС Алматы возник ажиотаж, впрочем, как и в других регионах. В Актобе шумят фермеры. Их не устраивают новые процентные ставки по кредитам. Из-за этого многие крестьянские хозяйства региона оказались на грани банкротства. Как рассказал в Куларах Мажелис директор погранслужбы КНБ Алда Жуманов, через официальные пункты пропуска генерал Кудебаев границу с Кыргызстаном не пересекал. Сегодня казахстанские пограничники совместно с коллегами из силовых структур ищут возможное место пересечения государственной границы. При этом Алда Жуманов допустил, что беглый генерал мог уйти в Кыргызстан через горы. В мае 2022 года стало известно, что экс-начальника департамента полиции Алматинской области генерала Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В генпрокуратуре сообщили, что проводится расследование уголовного дела. Это бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия. В январе текущего года генерал-майор предстал перед судом в Талдыкургане. Выяснилось, что его обвиняют по двум статьям – превышение власти и пытки. Однако он своей вины не признал и настаивал на том, что его действия оправдываются сложившейся на тот момент ситуацией. При этом слушания несколько раз переносились. Появилась информация, что Кудебаев попал в больницу. Из-за его неявки на процесс было вынесено постановление о принудительном приводе в суд. Однако доставить генерал-майора не удалось. По некоторым данным, Кудебаев пересек госграницу с Киргизией и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск. Да, факт пересечения государственной границы, возможно, незаконно был. Он официально государственную границу не пересекал. Человек, находящийся под подпиской о невыезде, пересек границу. Каким образом – непонятно. На сегодняшний день у нас отсутствуют двусторонние соглашения об экстрадиции с Великобританией, Эмиратами, Израилем, Северным Кипром и Косово. То есть, если беглец находится в этих странах, то не представляется возможным получить данного беглеца обратно, поясняют юристы. Но в КНБ заверили, что с Киргизией такое соглашение у нас есть. Однако вопрос границы остается открытым. На Алматинском направлении у нас горный массив Аллатова. Я думаю, что, в принципе, при желании и отсутствии, скажем, на данном направлении технических средств охраны государственной границы, если поискать, то, возможно, может быть, и есть возможность пересечь государственную границу. Поэтому, чтобы точно установить, возможно это или невозможно, проверка проводится. Я вам еще раз объясню. Специалисты отмечают, что даже наличие двустороннего соглашения об экстрадиции не всегда позволяет осуществить задержание и возвращение подозреваемого на родину. Как правило, в договорах прописываются не только нормы по выдаче беглеца, но и есть пункты по отказу в экстрадиции. Юристы уверены, что наказание теперь ждет тех, кто упустил подсудимого. А вот его самого вернуть домой будет весьма проблематично. Боржанши Ахмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. На некоторых АЗС Алматы ввели ограничения на продажу дистоплива. Всего в мегаполисе функционирует 213 автозаправочных станций, а поставки идут с трех НПЗ. В чем причина вводимых ограничений и почему на АЗС Алматы возник ажиотаж, впрочем, как и в других регионах? Об этом мы не только расскажем в следующем сюжете. На дефицит топлива влияет контрабанда из республики, так как у нас он дешевле, чем у соседей, говорят эксперты. Из-за этого возникает спекуляция, ажиотаж среди населения и так далее. И нет, пожалуй, регионов, в котором не обсуждали бы вопрос бензина и дистоплива. Особенно в свете того, когда цены на него неизбежно должны вырасти. Например, в Алматы на 5 апреля имеется 8,8 тысяч тонн дистоплива, в пути еще почти 5 тысяч тонн. Нехватку в управлении предпринимательства и инвестиций признают. Есть, наблюдается небольшой дефицит некоторых АЗС города Алматы по дизельному топливу. В связи с чем, потому что с 15 марта 2023 года шемкенский нефтеперерабатывающий завод закрылся на капитальный ремонт. В связи с этим доля шемкенского нефтеперерабатывающего завода является 40%. То, что нехватки города, в связи с этим и сказывается. Ведется оперативная работа с КТЖ, продолжили в управлении. По скорой доставке дистоплива в мегаполис Павлодарского и Атраусского НПЗ. Дорога дальняя, с Атрау будет далеко ехать. И в связи с этим вот эти работы сейчас проводятся нами. Также в связи с тем, что в Алматинской области и других регионах нехватка дизеля. И вот эти все транзитные машины сейчас проезжают через город Алматы. Также в имеющихся районах области все автолюбители, автомашины едут в город Алматы, забравятся и ищут параллельно дизельное топливо. Помимо этого, внесли корректировки по лимиту отпуска дистоплива и обслуживают в первую очередь коммунальщиков и автобусные парки. Уже потом остальным автолюбителям, кстати, они могут заправиться в пределах 20-50 литров на АЗС. И эта проблема, сказал спикер, характерна для всей республики. Терпеть осталось недолго, примерно до 10 апреля, когда заработает шимкентский НПЗ. К слову, на юге была тоже нехватка топлива, и с 15 марта местный завод закрылся на ремонт. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42. В Можилисе прозвучало сразу несколько депутатских запросов касательно ситуации в северо-казахстанской области. Так, мажористмен Саиров заявил, что заявления ряда граждан города Петропавловска, противоречащие Конституции Республики Казахстан, вызывают беспокойство у всего населения. Уголовным кодексом предусмотрено суровое наказание за попытки публичного призыва к нарушению целостности Республики Казахстан. Это событие показало наличие глубоких проблем и в информационно-общественной сфере страны, сказал Саиров. Напомним, полиция в северо-казахстанской области заявила о начале проверки после распространения в пабликах видео, где группа людей заявляет об объединении в так называемый Народный совет города Петропавловска и северо-казахстанской области. «Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет», заявляла группа. На их встрече был избран председатель, утверждены декларация, проект устава «Символика и печать», решение, задокументированное протоколом. В собрании, как сообщается, приняло участие 19 человек, имена которых не приводится. И вот, что об этом думают депутаты. «Тут необходимо, во-первых, наверное, ужесточить закон с точки зрения того, чтобы кто-то не посягал на нашу независимость, на нашу неделимость, и завтра просто пошел и извинился, и ему все простили. Наверное, вот эту форточку, если мы закроем, то тогда вот такие вот наши псевдо-сепаратисты, или, может быть, сепаратисты, они просто-напросто исчезнут. Они просто будут дважды, трижды, четырежды думать, прежде чем такие вопросы поднимать». «Скажем, тех наших граждан, которые заранее говорили об опасности сепаратистских течений, о необходимости присещения таких вещей, их осудили, и бывает наказание в тюрьме. Несколько человек, таких, скажем, Маргулан Буранбай. Поэтому не случайно сегодня в нескольких запросах позвучал вопрос о том, что нужно пересматривать эти дела. Есть люди, которые выступают с национальных интересов, по отношению к ним. Нам нужно равное отношение. Почему мы тех, кто говорит об опасности сепаратизма, сажаем в тюрьму, а тех, кто заявляет о том, что они хотят отколоться, мы сейчас будем к ним сходить. Не против, я не против. То есть гуманизм должен быть. Вот тогда гуманизм должен быть. Это улица с двусторонним движением». Также депутатов спросили о переименовании Петропавловска в Козылжар. В кулуарах заседания Мажелиса журналисты поинтересовались, считают ли депутаты, что пришло время переименовать Петропавловск в Козылжар. По мнению Ермурата Бапи, инициатива народа должна достичь цели. В первую очередь такое предложение должно исходить от граждан, жителей города. «Если жители сами поднимут вопрос, соберут тысячи голосов, предоставят их в парламенту и власти, то нет никакой проблемы в исполнении. Считаю, что эта инициатива должна достичь своей цели, полагает депутат. Нужно создать петицию и поставить вопрос перед правительством и государством. Я готов поднять этот вопрос в парламенте, никакой проблемы здесь нет», – прокомментировал депутат. А лидер фракции Ахжол Азад Перуашев коротко отметил, что наименование административно-территориальных образований – это компетенция главы государства. «Конкретное решение, согласно закону об инициативно-территориальном устройстве, относится к компетенции главы государства. Мы считаем, что эти города заслуживают, чтобы они вернули исторические названия этих мест». В Назарбаев интеллектуальных школах сменилось руководство. Об этом в куларах Кабмина рассказал министр просвещения Бесимбаев. Он признал, что это автономная организация и не смог ответить на вопрос, сколько выделяется денег из бюджета на эту организацию. При этом он похвалил уровень образования в данных школах. Но аналитики задаются вопросом, почему элитное образование финансируется из бюджета. Львиная доля расходов на образование в стране ежегодно уходит на Назарбаев университет и Назарбаев интеллектуальные школы. Это автономная организация образования, при этом учредителями которых является правительство. Как пишут местные СМИ, 27 моногородам, в которых проживает почти 2 миллиона человек, из республиканского бюджета выделяется намного меньше денег, чем Назарбаев университету и Назарбаев интеллектуальным школам. Вуз пожирает миллиарды бюджетных денег, при этом не входит ни в один мировой рейтинг университета. Напомним, Назарбаев университет занимает громадную территорию в столице, ему принадлежат более 400 зданий. Когда-то землю под их строительство выкупило государство. 20-25 миллиардов тенге выделяется им каждый год. При этом, как пишут местные СМИ, денежные потоки растут в другую образовательную контору имени первого президента Назарбаев интеллектуальной школы. Мы спросили министра, насколько прозрачно идет финансирование. Вопрос прозрачности нужно задать им. Вы знаете, это отдельная автономная организация. Сколько выделяется из бюджета, у меня под рукой таких данных нет. Но нельзя отрицать их роль в образовании. Родители хотят туда попасть. Сейчас там будет новое руководство. Думаю, будем обсуждать. В постановлении проекта закона о бюджете на 20-е и 22-е годы указано, что на Назарбаев интеллектуальной школы в 22-м году было выделено 19,9 миллиардов тенге. Получается, что на ниш выделяется в 23 раза больше денег, чем на обычную общеобразовательную школу. Сложно представить, но ни одна из этих структур системы образования, ни университет, ни школы не публикуют финансовую отчетность и не платят налоги. Им это разрешает специальный закон. Как отмечают наблюдатели, образование там действительно хорошее. Просто элитное образование за рубежом спонсируется частными фондами. Как правило, во многих странах учебные заведения носят имя инвестора или спонсора. И здесь возникает вопрос, почему бы господину Назарбаеву не стать спонсором? И можно было направить освободившиеся деньги из бюджета на увеличение финансирования прочих госшкол и, следовательно, поднять качество их образования. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Акимате Западно-Казахстанской области под председательством главы региона Наримана Турегалиева состоялось совещание о ходе подготовки к весеннеполевым работам. В совещании приняли участие Акима районов, а также руководители компетентных учреждений. Подробности в сюжете. Предвыборной компанией Касымжум Артокаев особое внимание уделил развитию конкурентоспособного сельского хозяйства. Ведь известно, что данная отрасль является одним из основных направлений в обеспечении продовольственной безопасности. Выступая на совещании, исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Наурсбай Карагойшин сообщил, что аграрии региона готовы к весеннепосевной компании. В текущем году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур, согласно плану, составит 600 тысяч гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Планируется, что площадь зерновых культур составит 238,4 тысячи гектаров. В том числе озимых зерновых – 86,1 тысячи гектаров. Яровых зерновых – 152,3 тысячи гектаров. В Западно-Казахстанской области на весенние полевые работы было выделено 6,5 тысяч тонн дизельного топлива. Дополнительно будет поставлено еще 3,5 тысяч тонн ГСМ. На совещании о Кимобласти Нарима Анатолий Галиев обратил внимание на ситуацию в районах, в том числе по вопросу охраны воды на орошаемых землях в районе Байтирек и Багжайкскому районе. Акимам районов даны конкретные поручения для своевременного начала полевых работ. Второй вопрос – на повестке дня работы по посадке деревьев в рамках национального проекта «Жаслак-Сахстан». Президент поручил посадить 2 миллиарда деревьев, но чиновники доложили, что пока в этом направлении есть некоторые задержки. Немаловажную роль играет материально-техническое оснащение государственных учреждений области для выполнения всех мероприятий, установленных в области лесного хозяйства. 80% техники и оборудования, используемых при выполнении плановых работ, изношены, так как эксплуатируются более 10-15 лет. Они используются по сей день, несмотря на ежегодный капитальный ремонт. Для своевременного выполнения мероприятий, необходимых для озеленения, сегодня выделены средства на модернизацию техники и оборудования. Проводится конкурс государственных закупок. В этой связи Аким области Нариман Турикалиев поручил лесникам и Акиматам районов обеспечить особую защиту каждого посаженного дерева. Урожай и посаженные деревья не зависят от старой техники или чего-то еще, а от вашей работы, от вашего труда. Раньше ведь как-то работали и собирали урожай. Использовать нужно всю имеющуюся технику, хоть и старую. Нужно работать, а не искать отговорки. Ход выполнения поручения по двум направлениям будет отслеживаться в ходе визита Акима области в районы. Дана Керимбаева, Айбола Джекапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Актубе шумят фермеры. Их не устраивают новые процентные ставки по кредитам. Из-за этого многие крестьянские хозяйства региона оказались на грани банкротства. По словам животноводов и аграриев, меры господдержки для них стали менее доступны. Поэтому заниматься сельским хозяйством при нынешнем положении крайне убыточно. Лайла Уесова выслушала их жалобы и требования. Вы нам дайте 6 процентов. Актюбинские фермеры вышли на мирный митинг. Их не устраивают процентные ставки по кредитам, которые подняли до 24 процентов. Заемщики требуют упростить условия господдержки. Они и без того обеспокоены отсутствием рынка сбыта продукции. К примеру, глава крестьянского хозяйства из Хромтавского района Нурбек Тлемисов не знает, что делать с прошлогодним урожаем пшеницы. Так и будет лежать. Что будем делать? У нас уменьшение пойдет по северной площади. В этом году я думаю, если реализатор до 1 мая не будет, я буду посеять 5 тысяч. Претензий у фермеров немало, но главное вопрос субсидирования и кредитования отрасли. По словам животноводов, заниматься этим бизнесом с каждым годом становится сложнее. Растут цены на корма, запчасти, дорожает техника. Даже льготная солярка становится менее доступной. В прошлом году крестьянам ее выдавали по 160 тенге за литр. В этом году она стала дороже 207 тенге за литр. Беспокоит их и вероятная отмена субсидий. Но в агрохолдинге поспешили развеять эти опасения и заявили, что господдержка останется. Они будут субсидироваться, но в каком виде это все сейчас будет рассматриваться, пересчитываться. Основное требование, чтобы эти субсидии поступали напрямую в нашей компании. Опять-таки же, эти субсидии утверждаются и пишутся местными сельхозами. Утверждаются имиджи тоже. И они готовы это рассмотреть и как в качестве пилотного проекта провести это на Октябрьской области. Но мы, соответственно, мы тоже будем работать над этим. Представители агрохолдинга утверждают, что все недочеты устранены. В регионе насчитывается около 7 тысяч крестьянских хозяйств, но только половина фермеров получают господдержку. Ежегодно на субсидии для Октябрьской области выделяется 12 миллиардов тенге из республиканского и 8 миллиардов из местного бюджета. Лаила Уэсова, Жумар Тхадайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбия. Начальник участка ТОБАТЫ Суарнасы в Уральске признан виновным в гибели двух рабочих. Суд приговорил его к 3,5 годам ограничения свободы. Судья Роза Сариева удовлетворила иск родных одного из погибших на сумму около 17 миллионов тенге. С подробностями наш корреспондент. Несчастный случай произошел в августе прошлого года на КНС номер 2 в Уральске. Во время устранения очередной аварии в канализационном колодце выбило задвижку. В результате чего двое работников ТОБАТСОРНАСА, 49-летний Кинджигири Супогалеев и 40-летний Даулен Байболов утонули. Была проведена проверка, которая возложила вину на работодателя в полном объеме. Бигболу Масалимову было назначено наказание в виде 3,5 лет ограничения свободы. По данной статье назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением правил техники безопасности и иных правил охраны труда сроком на 3 года. Однако после оглашения приговора адвокат Бигбола Масалимова Гультирей Кадизова сказала, что она не согласна с приговором суда и намерена его обжаловать. Мы не согласны. Будем подавать обязательно апелляционную жалобу и дойдем до президента, потому что мы с первых дней, с момента, как вступление, просили назначить элементарную судебно-техническую экспертизу, которую нам до последнего так и отказали. Отметим, что приговор суда не вступил в законную силу. Дана Керимбаева, Аймола Джекапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. С наступлением лета обнажилась новая проблема. Неизвестные вандалы целенаправленно ломают оборудование на спортивных площадках Уральска. Тренажеры, качели, сидения, ограждения, резиновое покрытие попадают под угрозу уничтожения вандалов. О том, с какой целью хулиганы портят общественное имущество и что грозит им за это, расскажет наш корреспондент. Вандалы все чаще стали портить спортивные площадки. Так, жители дома, расположенного по адресу улицы Кунаева, 51, столкнулись с хулиганами, которые испортили ограждения в футбольной площадке. По их мнению, вандалы воруют металлические ограждения, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. Ну, таких условий трудно будет играть. Но давно, короче, как говорят, некоторые люди вот это отрезали и металлолом сдавали. Типа такого, случай был такой. Неудобно, лучше бы сделали это. С призывом беречь спортивные объекты города к уральцам обратился заведующий спортивными площадками спортивного клуба «Урал» Мауржан Алтаяков. Мы стали замечать, что в городе участились факты вандализма. Они портят спортивные площадки, которые были сооружены за немалые деньги. Вместе с тем у нас не хватает работников, которые проводят проверку спортивных и детских площадок. На 52 спортивные площадки приходится 8 человек, но этого недостаточно. Огромная просьба к жителям города беречь площадки. Ведь дома мы не ломаем мебель и не бросаем мусор на пол. Отметим, что в Казахстане ужесточена ответственность за вандализм. Нарушителям грозит штраф в размере 50 МРП, что составляет 172 тысячи тенге. В Западно-Казахстанской области сельчане жалуются на плохие дороги. Жители села Володарка района Ватерек не могут дождаться такси и скорую помощь. Участок дороги, ведущий от трассы к поселку, разбит. На просьбу отремонтировать его на протяжении нескольких лет жители слышат лишь одни обещания. От основной трассы до поселка Володарка района Ватерек всего около двух километров. Но из-за того, что этот участок находится в плохом состоянии, его жители с трудом добираются до дома. Такси и скорая помощь зачастую просто отказываются сюда ехать. Такси к нам сюда не заезжают. Автобусы не заезжают. Бабушки вон мучаются, в больницу уедут, назад вон салон берут, и он до этого, до перекрестка, он до туда довезут, а тут пешком идут. Это же тоже ненормально. Сельчане рассказывают, что в 2021 году пытались сделать дорогу самостоятельно. Но местные власти запретили им это, пригрозив административным наказанием. Спустя некоторое время на ремонт дороги начали делать проектно-сметную документацию. Но ремонт дорожного полотна здесь так и не начали. Вот асфальт положили, в Трёкино положили, в Январцу положили. А нас стороной постоянно обходит наш поселок. Заместитель Акима Трёкинского сельского округа заявил, что вопрос ремонта дороги поднимается на каждой отчётной встрече Акимов с населением. Проектно-сметная документация на ремонт дороги протяжённостью 1,7 км находится на стадии разработки. Точную сумму работ я назвать не могу, так как этим занимается отдел ЖКХ. Ремонтные работы дорожного полотна начнутся после выделения средств из бюджета. При этом конкретный срок выделения средств на ремонт дороги неизвестен. Сельчанам остаётся лишь надеяться, что ремонтные работы вообще начнутся. Стоит отметить, что это не единственная проблема сельчан. Жители посёлка испытывают неудобства от низкой скорости интернета. Решить эту проблему обещали ещё несколько лет назад, но пока всё безрезультатно. В 2017 году здесь начали работы по водоснабжению, но так и не завершили их. Кроме того, в посёлке не хватает мусорных контейнеров. Крупнейший в Актюбинской области тепличный комплекс расширяет свои возможности. После запуска второй очереди мощность предприятия выросла вдвое. Теперь здесь собирает до 8 тысяч томатов в год. Местный производитель не только снабжает овощами внутренний рынок, но и наращивает экспортный потенциал. О перспективах тепличного бизнеса в материале Лейла Уесовой. Одно из крупнейших в западном регионе тепличный хозяйств занимает 10 гектаров. Комплекс оснащён уникальной системой биозащиты, позволяющей отказаться от пестицидов. А пылять растения помогают шамели, рассказывает Нильс Хондерс. Потомственный агроном из Голландии знает толк в выращивании экологически чистых овощей. Особенность теплиц с пятого поколения в системе ультраклимат. Благодаря современным технологиям Нидерланды полностью обеспечивают себя сельхозпродукцией. С 13 лет я тоже помогал своим родителям, которые трудились в этой отрасли. Это первая теплица, которую голландские бизнесмены построили в Казахстане. Актюбинская область привлекает инвесторов дешёвым газом, хорошим климатом и близостью к России. Часть продукции идёт на экспорт. То есть у нас очень широкая клиентская база с крупными местными сетями, как в Актюбе, как в Астане, так же огромный ритейл-компании в России. В этот год мы достигли около 8 тысяч тонн томатов. В зависимости от периода отгрузки идут где-то 50 на 50 процентов, то есть 50 процентов в Казахстане реализуется, 50 на российский рынок. Самые востребованные на рынке сорта томатов – это черри и мелис. Уже через несколько часов после сбора они попадают на прилавки. В качестве эксперимента в теплице посадили клубнику. Скоро будет первый урожай ягод. А ещё целая плантация выделена под листья салата. Мы находимся в рассадном отделении. Сейчас здесь зреют огурцы. Урожайность очень хорошая. В день собирают до полутора-двух тонн свежих овощей. Овощи растут на специальном субстрате, который хорошо удерживает влагу. К примеру, с одного квадратного метра здесь снимают до 100 килограммов томатов. Выращивать овощи без почвы сейчас выгодно. Наша теплица работает круглый год. Мы полностью следим за процессом от посева семян до созревания плодов. Они без нитратов и других химических добавок. В Актюбинской области действуют 40 тепличных хозяйств общей площадью 53 гектара. В том числе четыре промышленных комплекса, 12 фермерских хозяйств, остальные – личные подсобные хозяйства. За прошлый год ими произведено 18,5 тысяч тонн продукции. Перспективы развития тепличного бизнеса обсудили на конференции с участием представителей иностранных дипмиссий. В регион с рабочим визитом прибыли послы Королевства Нидерландов Андрей Карстес и Бельгии Андрей Вантингем. Они дали высокую оценку инвестиционной привлекательности региона, в том числе предприятиям агропромышленного комплекса. Они подписали меморандумы по взаимовыгодному сотрудничеству с Акиматом Актюбинской области. В Уральске девочки с серьезным заболеванием требуется помощь. Девятилетняя Инжу страдает поражением головного мозга. Ребенку поставили диагноз склерозирующий панэнцефалит. Состояние девочки ухудшается с каждым днем. Эти кадры сняты совсем недавно. На видео восьмилетняя Инжу, как и все дети, активна. Она резвится, снимает ролики для соцсетей, с восторгом реагирует на подарки родителей. В конце прошлого года состояние девочки резко ухудшилось. В один из дней пришлось вызвать скорую помощь. Еще через несколько дней ребенка срочно госпитализировали. Инжу провели обследование. Оно показало наличие изменения в головном мозге. Местные врачи поставили первоначальный диагноз – эпилепсия. После мы полетели в Астану. Там нам озвучили точный диагноз – склерозирующий панэнцефалит. «Нам сказали, что это заболевание неизлечимое. Но я верю, что нашу дочь можно спасти. Необходимо лишь найти хорошего специалиста. У нас с мужем трое детей. Все они, включая Инжу, были здоровы. Что стало причиной заболевания – неизвестно. Сегодня нам все больше приходится проводить время с ребенком. Из-за этого возникают проблемы с работой. Мы знаем, что консультации специалистов из других стран стоят очень дорого. Поэтому вынуждены просить помощи». В областном управлении здравоохранения прогнозов по дальнейшему развитию заболевания не делают. Сообщили лишь то, что лечение носит поддерживающий характер. Ребенку требуется дополнительная госпитализация. Ребенок Баламура Санжу, 9 лет, прикреплена в городской поликлинике номер 3. Ребенок состоит на диспансерном учете, с диагнозом подострый склерозирующий энцефалит. Находится под регулярным наблюдением участковых врачей и профильных специалистов. Получает симптоматическое лечение. Также проходит ребенок регулярно стационарное лечение в области. В марте 2023 года ребенок находился в Национальном научном центре материнства детства города Астана. Рекомендовано повторное стационарное лечение в Республиканской медицинской организации через 3-6 месяцев. Но заболевание является сложным и прогрессирующим. Может вызывать умственную деградацию, миоклонические конвульсы и судороги. Таким пациентам с таким диагнозом необходимо симптоматическое лечение и наблюдение профильных специалистов. Лечение носит поддерживающий характер. Тем временем 9-летней Инжу с каждым днем становится все хуже. Она уже не может самостоятельно передвигаться. У нее наблюдаются нарушения в речи и мыслительных процессах. Родители при этом надеются, что им все же удастся связаться с хорошим специалистом и получить необходимое лечение. Все, кто желает помочь Инжу, могут отправить денежные средства по реквизитам, указанным на экране. Даже небольшая сумма может помочь спасти жизнь ребенку. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.кз. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин